человек страдает и он говорит что я страдаю из-за близких людей но весь вопрос что ты делаешь с этим страданием и всех сталкиваемся со страданием ты должен понять чем вызвано твое страдание со страдания может быть а страдание приносит огорчение когда мы берем на себя ответственность за решение за жизнь другого человека здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами будем обсуждать очень интересную тему которая коснется думаю многих из вас когда страдание причиняет самые близкие люди что делать мы получили письмо которое хотела вам зачитать от нашей телезрительницы людмила пишет помолитесь пожалуйста о мире с ближними несколько лет назад у нас с сестрой произошла ссора и мы до сих пор не можем примириться никто не идет на перемирие это повлияло на отношения и наших детей которые тоже сторонятся своих двоюродных братьев и сестер и так мы сегодня обсудим с вами откуда же приходит искушение откуда приходят страдания почему мы страдаем но во первых а знаете нам нужно понимать что нам никто не обещал что мы не будем страдать даже верующие иногда ну почему это со мной произошло ну я же верю в бога узнать если вы верите в бога он нам сказал что в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир и много места и в салмах написано что сей нищий возвал и господь услышал его от всех скорбей избавил его написано также что господь помогает нам скорбях наших чтобы мы друг друга поддерживали в скорбях то есть страдание это то что принадлежит нам отчего близкие люди могут причинять нам страдания от того что наши точки зрения не совпадают интересы не совпадают ценности и может быть даже от того что мы сами хотим что-то в них изменить сделать так чтобы они поступали так как нам хочется давайте посмотрим что говорит писание об этом бог говорит что он учит человека как отец своего сына учит знаете но если бог учит нас то он учит нас для не только земной жизни но и для небесные чтобы если уж мы страдаем чтобы это было нам на пользу чтобы мы какую-то науку из него извлекли какой-то урок иногда люди страдают от близких людей потому что из-за них вернее а потому что они берут на себя ответственность за чувство другого человека они пытаются в себе найти причину почему вот он так или или она так или так относится или ведет себя это не всегда имеет отношение к нам ко мне однажды подошла женщина с вопросом она сказала вы знаете у меня очень сложное отношение с моим родственником это муж моей сестры он почему-то меня не любит почему-то он плохо ко мне относится я уже и пыталась с ним разговаривать но почему-то вот такое грубое там почему вот что между нами не так мне потому что он родственник не хотелось бы иметь с ним какие-то хорошие отношения и она при этом плакала и она сказал что история уже несколько лет продолжается и я и сказал одну вещь которая успокоила что знаете взаимоотношения если у вас с кем-то нарушены взаимоотношения человек не хочет с вами их выстраивать обратно он просто вот идет своей дорогой помните что взаимоотношения это дорога со встречным движением то есть мы идем на встречу друг другу если я иду на встречу вам а вы не хотите значит я прохожу мимо а вы проходите тоже мимо и мы не встречаемся дайте людям свободу принимать решение с кем им поддерживать отношения с кем нет и успокойтесь не все дело в вас а когда мы вот найти все примеряем на себя есть такое выражение как тянуть одеяло на себя или эгоцентризм или ну как когда мы говорим что пуп земли да все вертится вокруг меня да нет не все вертится вокруг меня давайте тогда еще я хотела бы вам прочитать вот такой стих из писания что апостол иаков написал что с радостью принимайте когда вы впадаете в различные искушения потому что искушение она способствует тому что у нас образуется опыт терпение образуется какое-то здравое отношение и к тому к нашим трудностям и мы можем уже этот опыт применять в другой ситуации а кто является автором вот этих искушений иногда люди говорят бог нет не даст искушение перефразируя немножко место из писания где написано вас постигло искушение а бог поможет вам его преодолеть то есть искушение нас постигает силу того что мы не живем в стерильном каком-то от зла обществе и они могут быть они могут быть из-за наших неправильных решений из-за решений других людей относительно нас из-за несправедливости всего устройства этой системы в которой мы с вами живем поэтому вот источники искушения они такие но бог написано что он благ и от него всякое даяние доброе и и совершенное нисходит вот источник искушений по списанию вон такой ну как как мы сами можем быть искушаться когда нам чего-то очень хочется и библия об этом говорит буквально в самом самая первая книга библии бытие что ева захотела вот этот плод который нельзя было есть потому что бог так сказал она его ослушалась и очень захотелось и апостолом он написал что все что в мире похоть плоти похоть очей и гордость житейская иногда из-за своего сильного желания что-то иметь и быстро и немедленно мы можем впасть вот в эти искушения можем пострадать но мы говорим страдание которое причиняет близкие люди наши близкие то же самое могут сделать они тоже могут принять какое-то неверное решение и страдание часто происходит из-за того что мы берем на себя ответственность а как же он теперь или она будут с этим поступать как же они с этим справиться нам нужно научиться понимать что каждый человек в жизни несет свою собственную ответственность перед богом несет за ответственность за свои решения и и и мы не можем заменить мы не можем навязать человеку не правил свои которые мы бы хотели чтобы он их исполнял не вне разделить его ответственность только если только если мы сами этого захотим и будем делить до тех пор пока это ответственность нас просто не придавит и просто мы скажем все я уже не могу есть такой принцип созависимых отношений треугольник карпмана там как раз об этом хорошо рассказывается о том что есть отношения сейчас модно такое слово токсичные отношения отношения которые вредят и обе обоим сторонам вот этого треугольника карпмана там есть начата позиции спасатель преследователь и жертва его часто страдают те кто кто как раз пытается вот человеку в позиции жертвы помочь ему чтобы он как-то перестал быть жертвой стал ну нормальным таким ответственным человеком но у жертва у него другая позиция мы об этом поговорим подробные подробнее в другой раз давайте сейчас посмотрим можем ли мы кого-то изменить мне как психологу телеканала часто приходится общаться женщинами в основном которые страдают из-за того что их дети или мужья они в зависимости находятся они испытывают чувство вины они не знают как им помочь они пытаются переменить их они контролируют их действия где они что они расплачиваться за их долги то смотрите нам важно понять что есть категории людей которым мы призваны помогать это инвалиды это беспомощные старики и младенцы дети маленькие но если речь идет о взрослом человеке который пытается вот такую позицию занимать вашем мироустройстве то вы должны себе отдавать отчет что он сам должен отвечать за свою жизнь и за свой выбор и в писании есть подтверждение тому что каждый понесет свое время то есть свою ответственность и еще есть одно место где апостол павел говорит что каждый из нас даст за себя отчет богу конечно как же не страдать если ты несешь свое время свою жизнь еще несешь еще одно время и еще одно время человек буквально вот он завален этими бременами конечно где же тут я обычно спрашиваю как ваше здоровье и здоровье страдает и мало того что им какие-то эмоциональные страдания это все отражается на состоянии физического здоровья поэтому мы можем страдать из-за того что мы неправильно принимаем решение мы несем ответственность за тех людей которые сами должны их преодолевать и нам нужно выбрать для себя правильную позицию и теперь я хотела вот еще посмотреть смотрю на свой план хочу да вспомнила что смотрите если мы хотим чтобы другой человек изменился то он не изменится от того что мы ему скажем хорошее правило или поставим может быть что-то еще во главу угла он изменится когда он сам примет это решение когда она будет его но иногда для того чтобы человек подошел к этому решению ему необходимо столкнуться с последствиями своих поступков и тогда ему придется задуматься и нам нужно тоже при понимать что мы можем играть роль или помогать человеку выйти из этого нездорового токсичного поведения или значит мы будем страдать вот это наш выбор знаете для меня у меня есть семья есть родные и я тоже сталкиваюсь иногда когда я переживаю о чем-то из за членов своей семьи за кого-то и знаете я себе говорю я не господь бог для него для этого человека или для нее господь этот в твоих руках я могу помолиться но человек сам должен нести ответственность за то что он выбирает и чем раньше он это поймет тем будет лучше для него и тем более конструктивнее будет мое поведение давайте посмотрим какие же уроки мы можем сделать вывести из наших трудностей помните мы говорили в начале что отец учит человека как в бог хочет человека как отец своего сына для того чтобы он выучил урок когда мы пытаемся брать на себя ответственность за других людей мы значит даем им списывать и свои тетрадки вспомните школу какие уроки мы извлекаем нужно посмотреть на сложную ситуацию как на на то что это для меня возможность извлечь какой-то урок на что мне нужно обратить сейчас свое внимание что диагностирует это трудность и вот об ответственности признать что каждый человек несет ответственность за свою жизнь научиться определять допустимые границы которые на которые может распространяться моя ответственность мы уже говорили об этом это люди которые абсолютно беспомощные инвалиды маленькие дети да тут я могу значит спокойно заботиться помогать но взрослые люди должны нести сами а свою ответственность и знаете дорогие друзья а вот еще одна вещь на которой я хотела бы вам обратить внимание вот своих страданиях от близких людей возможно кому-то из вас нужно научиться говорить истину ближнему своему истину говорить правду не замалчивать ее потому что делая так мы помогаем человеку ну увидеть как-то переоценить свое поведение помимо действия нужно еще говорить истину и так если вы страдаете из-за того что ваши ближние не меняется или они не следуют вашим правилам как вам кажется это самому местным то помните что человек может измениться только тогда когда у него это внутри будет его собственное решение не удивляйтесь этому перестаньте носить вот эту ответственность за жизнь людей которые вполне дееспособны и самостоятельно могут проживать свою жизнь и неся за нее ответственность возьмите свое бремя которое дал господь каждому из нас он сказал иго мое благо и бремя мое легко что он имел ввиду что мы несем ответственность перед ним за то что мы делаем правильного с его точки зрения для того чтобы созидать людей а не способствовать их инфантилизации и беспомощности на этом мы прощаемся всего доброго и и и и и